Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Холостячки Три симпатичные и острые на язык незамужние подруги приезжают на свадьбу бывшей одноклассницы Толстушки и случайно портят впечатляющее своими размерами подвенечное платье невесты. А ведь завтра ей идти к алтарю. За одну ночь холостячкам предстоит проделать головокружительное путешествие по стрип-клубам, туалетным комнатам и мужским спальням во имя спасения свадьбы той, которую они терпеть не могут. Неланхолия 2011 года События фильма разворачиваются в дни, которые предшествуют катастрофе. Первая часть посвящена свадьбе Жюстин, которая быстро охладевает к торжеству, чем вызывает непонимание близких и гостей. Героиней второй части является Клэр, сестра Жюстин. В начале Клэр ухаживает за впавшей в клиническую депрессию Жюстин и одновременно страшится сообщение о приближении таинственной планеты Меланхолия. Постепенно, по мере приближения планеты, Жюстин и Клэр меняются ролями. Теперь паникующая Клэр нуждается в заботе. В отчаянии она с сестрой и сыном готовится принять неизбежное. Человек-пол-3. Враг в отражении 2007 года. Прошло 5 лет с тех пор, как Питер осознал, что с великой силой приходит великая ответственность. И 3 года с тех пор, как он отказался быть борцом за справедливость. Но сейчас, кажется, Питер прекрасно научился жить несколькими жизнями. Он хорошо учится, Нью-Йорк признал его героем, отношения с Мари Джейн прочные. Питер даже намеревается сделать ей предложение. Но, к сожалению, его лучший друг Гарри Осборн по-прежнему считает, что именно Человек-паук несет ответственность за безвременную кончину его отца. Человек-паук 2. 2004 года. С момента событий, произошедших в первом фильме, прошло 2 года. Тихоня Питер Паркер сталкивается с новыми проблемами. Он борется со своим даром и проклятием, отчаянно пытаясь балансировать на грани двух своих жизней, метающего паутину супергероя Человека-паука и обычного студента колледжа. Человек-паук. Питер Паркер – обыкновенный школьник. Однажды он отправился с классом на экскурсию, где его кусает странный паук-мутант. Через время парень почувствовал в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а главное – умение лазать по стенам и метать странную паутину. Свои способности он направляет на защиту слабых. Так Питер становится настоящим супергероем по имени Человек-паук, который помогает людям бороться с преступностью. Но там, где есть супергерой, рано или поздно всегда объявляется и суперзлодей. Безумная и прекрасная. 2001 года. Любовь – это не только счастье, она и случай, и испытания, и судьба. Карлос – парень из бедной семьи. Николь – капризная богачка. Обоим по 17 лет. И похоже, это единственное, что у них есть общего. Но кто бы мог подумать, что их почти случайный легкий флирт вдруг так внезапно перерастет в чувство, прихода которого не ожидали оба. Друзья и близкие героев как один ополчились против их недопустимой любви. И вот уже новые Ромео и Жюльетта вынуждены отстаивать свое хрупкое чувство перед лицом костного мира, который не хочет понять, что быть такими разными еще не значит быть несозданными друг для друга. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!